Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о помощи, о заботе, о том, как взаимодействовать со своими близкими. Потому что происходят такие вещи, как вы знаете, бывает у кого-то контакт хороший, и дети, родители друг другу помогают, то есть взаимодействуют. У кого-то контакт этот разложен, и совсем нет желания взаимодействовать. Почему это происходит? Потому что зачастую мы не можем выстроить вот этот мостик общения. То есть родители пытаются как-то своих детей принудить к тому, чтобы они делали то, что они хотят, то есть всячески, да, благими целями. И, возможно, где-то это бывает правильно, но бывает очень много чересчур. Бывает эмоциональная привязанность или какие-то физические наказания, которые ведут к тому, что просто хочется поскорее сбежать. И вот когда мы можем выстроить вот этот мостик общения, который заключается в том, что мы не навязываем ни родителям, ни детям никакие свои убеждения, а просто общаемся и находим взаимопонимание. То есть мы общаемся насчет тех тем, в отношении которых у нас есть согласие. А если есть какое-то, ну, противоречие, несогласие, то мы эти темы не то чтобы избегаем, мы просто говорим, что вот у меня есть такая точка зрения, а у тебя такая. То есть мы, опять же, не навязываем ее, а просто выслушиваем другого человека. И вот тогда происходит очень гармоничное взаимодействие. Еще есть такая вещь, как ты мне обязан. То есть бывает такое, что родители говорят, ты мне обязан, потому что я тебя вырастил, а теперь я могу делать все, что угодно. Опять же, это не срабатывает, потому что тут появляется такая роль хозяин-жертва. То есть я, ты как бы теперь должен делать, потому что я делал для тебя. То есть, соответственно, вопрос таких усилий противоусилий. То есть нету вот этой искренности, естественности. То есть искренность и естественность появляются тогда, когда хочется и давать, и отдавать, когда это было вот заложено в самом детстве. То есть когда даешь что-то, допустим, ребенку, и даешь ему возможность что-то сделать взамен. Даже самое простое. То есть что-то, вот то, что он хочет помочь. И вот тогда выстраивается вот такое тонкое чувствование, что ребенок чувствует, что о нем заботятся, и он заботится взамен. То есть ему не запрещают заботиться так, как он хочет. Потому что если этого не делать, то что происходит в будущем? То есть не давая дать вот этот обратный поток, например, делая только что-то для своего ребенка, как бы так любя его, да, оберегая, получается нету обратного потока. Он не учится отдавать. И потом в будущем, соответственно, у него этот канал закрывается, и он хочет только получать. То есть получать, 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 но нету никакой отдачи. И вот тогда как бы нету вот этого потока. И происходит такое даже каждый ребенок, да, уже взрослые, да, и родители, они начинают чувствовать, что что-то идет не так, что что-то было упущено в самом детстве. Вот это вот момент, когда можно было это отрегулировать, то есть когда ты что-то даешь и готов получать взамен. То есть то, что человек может сделать, потом он может сделать еще больше, еще больше. То есть не заставлять делать что-то конкретное, а побуждать и давать возможность сделать то, что он может и хочет делать. Вот тогда происходит вот такой обмен. И тогда в будущем, ну то есть когда уже родители, допустим, становятся там постарше, да, то есть уже идет дело, когда они уходят на пенсию, дети взрослеют. И тогда идет возможность отдавать этот поток. То есть когда ты чувствуешь, что ты хочешь это отдавать, и это идет от сердца. То есть действительно не просто как долг, да, что это мои родители, я должен выполнить долг. А когда это идет от сердца, это вот действительно здорово. И вот именно такие взаимоотношения я выстраиваю с другими людьми, то есть с родителями, да, со своей девушкой, то есть с теми людьми, с друзьями. То есть вот такие отношения, они помогают улучшать качество жизни. То есть мы чувствуем, что важно, и делаем это. То есть потому что многие люди просто делают какие-то вещи, и они делают это действительно потому, что они чувствуют себя обязанными. Или они чувствуют, что там им сделали, теперь они должны сделать. Вот такие отношения выстраиваются зачастую. А попробуйте сделать практику. То есть почувствуйте, вот к примеру, чем вы можете помочь там своей, ну своему мужу, жене, или своим родителям, да, то есть. Или просто другу, которому у вас есть какие-то вот близкие отношения. И вот почувствуйте действительно, что вы можете сделать, что будет для вас, ну скажем так, правильным, корректным. И в то же время, что будет для него корректным, вот почувствовать вот эту вот взаимосвязь. И потом сделать это и посмотреть на результаты. То есть какие у вас после этого будут ощущения, какие будут ощущения у того человека, кому вы помогли. И вот действительно, вот такой помощь, которая идет от сердца. И когда я это делаю, да, то есть это могут быть даже самые простые вещи. Тогда действительно вот я чувствую такую вот радость. И чувствую, что действительно сердце открывается. Вот. То есть когда это идет не из какой-то навязчивости или долга, а когда это идет действительно открытие сердца по твоему собственному ощущению. Что вот я чувствую и я это делаю. Вот. Попробуйте и потом опишите, что у вас получилось. И можете выслать мне в личные сообщения или в комментариях к этому видео, потому что вы почувствуете, что это принесет вам какое-то определенное изменение состояния. Я уверен. Почувствуйте, сделайте это и запишите. Вот. И конечно же, если есть у вас какие-то сложности взаимоотношения. К примеру, с близкими людьми, с мужем, с женой, с родителями, с детьми. Я провожу бесплатные консультации, где рассказываю, как можно уладить ситуацию. И помогаю человеку с помощью процессинга счастья удалить вот эти вот негативные заряды, которые мешают в общении, которые мешают взаимодействовать, оказывать помощь. То есть, когда человек, он восстанавливает свою осознанность. Поэтому, если вам нужна бесплатная консультация, то пишите мне в личные сообщения. Все мои контакты будут указаны под этим видео. Быстрее всего я отвечаю в вайбере. Если это видео вам было полезным, то ставьте отметку палец вверх. Это нравится. Рядом колокольчик для напоминания о новых видео, которые появляются на моем канале ежедневно. Конечно, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Вот. И поделитесь этим видео с вашими друзьями. На этом на сегодня все. Сейчас появятся новые видео, которые вы сможете посмотреть. Они тут будут у нас справа, по-моему. Да. И до скорой встречи в следующем видео.